Эч-почмак. Татарское национальное блюдо или город Бурятии. Эч-почмак. Это татарское национальное блюдо. Правильно, нажимай. Одна голова хорошо, две лучше, а коллективный разум вообще стопроцентный успех. Семья Измайловых проходит этнографический диктант. Младшему Дане 8. Вопросы у него самые легкие, но подсказки взрослых нужны все равно. Адамиру 17. У него задание сложнее, но справиться хочет самостоятельно. Рассуждает, каким блюдом принято встречать невесту на традиционной башкирской свадьбе. Но блины и перемичи, это скорее больше к татарам относится. Молоко и кашу, я думаю, что это более что-то такое к славянам. Я думаю, что соль и сахар можно попробовать. Давайте я отвечу. Соль и сахар. Этнографический диктант длится 45 минут, как школьный урок, за который можно совершить путешествие по России, не отходя от экрана. А еще проверить знания о своем регионе и национальных традициях, ближе познакомиться с другими. Большой этнографический диктант, название, пожалуй, условное. Ничего под диктовку здесь писать не надо. Задание тестовое. 20 вопросов одинаковые для всей страны. 10 – региональные, уникальные для каждого субъекта. Что спросить о Севастополе, город словно сам подсказывает, делится Ольга Малиновская. Интересные факты здесь хранятся на каждом шагу, даже на площади Нахимова, о которой, казалось бы, известно все. Каких национальностей были люди, служившие городу в разное время, можно узнать по памятникам. Рядом с русским адмиралом – графская пристань, память о сербе, графе Войновиче. Он командовал Черноморским флотом после Маккензи. А знаменитый дом Москвы – некогда гостиница «Кист», названная в честь немецкого колониста. Останавливались в ней в основном купцы, чиновники, артисты, писатели. Она названа именем строителя его и владельца Фердинанда Иосифовича «Киста», участника Крымской войны, обороны Севастополя. Семейство «Кистов» появилось здесь в городе в 30-е годы 19 века. И с тех пор были рестораторами, владельцами гостиниц. Севастополь пишет «Этнодиктант» с 2016-го, то есть как только его стали проводить. Два года из-за пандемии он проходит в режиме онлайн, но популярность их не теряет. Количество участников растет, но лучшие результаты по-прежнему показывает старшее поколение – советская школа. Во времена Советского Союза с культурой, традицией, историями народов, союзных прежде всего республик, знакомили обширные курсы истории, общей истории России и Советского Союза. Курсы географии. Постоянно мы видели выступления фольклорных коллективов. Чтобы правильных ответов было больше, проходить задания можно всей семьей. Особенно сейчас, когда многие дома. Новшество этого года – быстрый результат. Сколько баллов из возможных 100 вы набрали, получится узнать сразу. Присоединиться к «Этнодиктанту» успеете до 7 ноября. Анастасия Синица, Михаил Волобуев. Новости Севастополя.